Сегодня мы расскажем как изготовить защитное устройство для электроприборов в сети 220 вольт. Но главное ударение будет рассмотрение принципиальной схемы, как она работает. Итак, любой из нас сталкивался с тем, что при подключении бытового прибора в сеть в резетке образуется искра с характерным щелчком. Если прибор сильно мощный, то возможно даже образование просадки напряжения в сети. Это электроинструменты, адаптеры питания всевозможных устройств и большая часть бытовой техники. Все они при подключении в сеть в самом начале на очень короткое время потребляют от сети очень большой ток. Он может в десятки, даже сотни раз превосходить их номинальный рабочий ток. Это называется пусковым током. Очень часто двигатель вашей стиральной машинки или блок питания компьютера выходит из строя именно из-за этого. Из-за высокого пускового тока. Конечно же производитель кое-как ограничивает пусковой ток, применяя терморезисторы. Но этого не всегда достаточно. То же самое с двигателем от холодильника, стиральной машины и так далее. Повторюсь, что мы сегодня рассмотрим прибор, который поможет в разы продлить срок службы любого бытового устройства. Перед нами сейчас внешняя схема плавного пуска. Данная схема обеспечивает плавный пуск нагрузки с задержкой включения. Она собрана на основе реле. Вход прибора теперь подключен в сеть 220 вольт. К выходу подключают нагрузку, которую нужно защитить. Тут необходимо отметить следующий момент. Если эту систему вы собираетесь использовать для плавного пуска электроинструментом, то в качестве выключателя нужно задействовать кнопку на самом инструменте. Итак, при поступлении напряжения питания от сети через мощные токоограничительные резисторы 220 вольт поступает на нагрузку. Ну, например, рассмотрим электродрель. Эти резисторы и сами по себе ограничивают ток, и дрель плавно запускается без рывков и скачков напряжения. А через некоторое время срабатывает система задержки, и реле замыкается. И теперь питание на нагрузку поступает по контактам реле, минуя резисторы. К тому времени наша дрель уже работала, правда крутилась не на полную мощность. А теперь после срабатывания реле на нее поступает полное напряжение от сети. Иными словами, мы слегка раскрутили дрель слабым напряжением, этим исключив большой пусковой ток. Затем подали полное напряжение, и электроприбор начал работать полную мощность. То же самое будет, если через это устройство подключить компьютерный блок питания. Сначала встроенный в блок питания конденсаторы плавно будет заряжаться через резисторы. Как только они будут заряжены, сработает реле, поступит полное напряжение питания. А так как конденсаторы уже заряжены, исключается большой пусковой ток. Рассмотрим протекающие процессы более детально. При подключении схемы в сеть, питание в начальный момент поступает на нагрузку через ограничительные резисторы R5 и R6. Одновременно сетевое напряжение через ограничительный резистор R1 и поластный конденсатор C1 поступает на схему задержки включения. Эта часть схемы из себя представляет простой, бестрасформаторный источник питания. Выходной ток схемы зависит от емкости конденсатора C1. Далее напряжение выпрямляется выпрямительным мостом D1 и сглаживается конденсатором C2, параллельно которому подключен стабилитрон D2 и высокоомный резистор R2. Стабилитрон ограничивает выходное напряжение на уровне 18 Вольт и гасит все лишнее на себе. А резистор разряжает конденсатор после отключения схемы от сети 220 Вольт, обеспечивая быстрое размыкание контакта в реле. Делитель напряжения на базе транзистора. Через верхний резистор R3 плавно заряжается конденсатор задержки C3. И при достижении на нем напряжения достаточного для отпирания транзистора T1 транзистор открывается и подает питание на обмотку реле. Вследствие чего реле также срабатывает, замыкаются контакты и питание подается от сети 220 Вольт напрямую, минуя мощные резисторы и поступит на основную нагрузку. Диод D3, подключенный параллельно обмотке реле, предназначен для защиты транзистора, так как при размыкании реле возникает ЭДС самоиндукции с катушки и может пробить переход транзистора. Коденсатор C1 должен быть на напряжение 400 Вольт с емкостью от 0,33 до 1 мкФ. Электролитические конденсаторы C2 и C3 должны быть с напряжением 35 Вольт. Первый конденсатор C2 задействован в качестве фильтра питания и его емкость может быть от 47 до 470 мкФ. От емкости второго конденсатора C3 зависит время задержки срабатывания реле. Чем больше емкость, тем больше задержка и наоборот. Транзистор можно взять практически любой, с обратной проводимостью. В схеме у нас использован транзистор BD139. Стабилитрон мощностью 1 Ватт, напряжение стабилизации от 12 до 24 Вольт. Реле должно быть с катушки на 12 Вольт. Если использовать реле с хорошими мощными контактами, ну например на 10 А, в схеме можно подключать нагрузки с мощностью около 2 кВт. Мы сегодня рассмотрели прекрасную и очень полезную схему. Это защитное устройство для домашних электроприборов. И рекомендуем вам ее повторить. Если вам понравилась эта схема и видеоролик, поставьте пожалуйста лайк. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы рассматриваем интересные, полезные и несложные электронные схемы.